Водители и слесарь-ремонтники на просторах аэропорта традиционно соревнуются в мастерстве обращения с грузовой, легковой, специальной техникой и автобусами. Все участники сегодняшние уже успешно стали и прошли теоретический этап, сегодня будут доказывать свое мастерство на практике. Данный конкурс, я считаю, очень хорошая идея, правильная. Она позволяет людям стремиться к профессиональному мастерству, доказывать и показывать, чего они добились, чему научились. Для водителей каждого вида транспорта был свой ряд испытаний. Какие-то усложнились по сравнению с прошлым годом. Водители демонстрировали виртуозное вождение, показывали чудеса на виражах и маневры с различными грузами, иной раз даже вслепую. Дебютант конкурса Сергей Шипулин за рычагами фронтального погрузчика 3 месяца, но испытания проходят уверенно. Надо участвовать, что-то показать, что умеем. В работе у вас такие же моменты бывают, как здесь на соревнованиях испытания? В работе там, в принципе, попроще. Ну, для новичка как, вы считаете, вы справились? Нормально. Зрелищное испытание было и на площадке с автокраном. Тут, манипулируя рычагами, надо провести по змейке подвешенный бочонок с водой. Поставить его в круг, при этом вода не должна расплескаться. А в конце надо открыть ящик, выпустить воздушные шары и аккуратно закрыть его. Алексею Лыткину испытание не показалось сложным, ведь на этой технике он работает уже 10 лет. Там груза по 10, по 15, по 20 тонн такие грузоподъемность. И работа с людьми, чтобы люди не находились в опасной зоне. Здесь как бы так отдыхаешь. Опытом делитесь? Ну да, я вот 4 человека стажировал. Водители больших автобусов, на которых перевозят сотрудников Уралкалия, в условиях ограниченной из-за проливного дождя видимости, демонстрировали высший пилотаж. Выполняли сложные маневры, в том числе змейку за одним ходом. А машинистам бульдозера, кроме змейки на земле, приходилось вслепую сталкивать с плиты деревянные предметы и лопать шарик. Действительно, всем участникам конкурса профмастерства, которые сегодня участвовали в испытаниях, не страшны ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и коса гор. Антон Старостин, Максим Перелыгин, телекомпания Соль ТВ.